То, что наши пенсионеры дают фору молодежи, давно известно. На приглашение поучаствовать в экскурсии откликнулось 40 человек. Все активные посетители Центра социального обслуживания «Вера». К районному историко-культурному центру они пришли с хорошим настроением и желанием узнать о своем городе много интересного. Как наш город зародился, интересно, мы же живем в нем. Татьяна Ильинична-Кормакова старается участвовать во всех мероприятиях, радуясь, что местные власти помнят о старшем поколении. Это очень правильно и вовремя, потому что в свое время не хочется сидеть, не хочется душевать, хочется жить. Это только ведь в паспорте годы. Проводить участников экскурсии пришел глава муниципалитета Валерий Венцель. Он обсудил предстоящий маршрут с экскурсоводом Татьяной Зыряновой, а также предложил в дальнейшем другие интересные направления. У нас там 7 маршрутов уже утверждено, и мы сейчас будем думать уже, чтобы какие-то соседние муниципалитеты. Главное, сказал Валерий Николаевич, понимать, нравится ли предлагаемые маршруты нашим пенсионерам, узнавать их мнение, впечатление. Поэтому, провожая экскурсантов, он высказал слова на путьстве. Мы понимаем, что не только Центром Вера, не только нашими учреждениями нужно наполнять жизнь старшего поколения. Понимаем также, что востребовано достаточно продолжительное время и экскурсии. Я хочу вам пожелать хорошей, увлекательной экскурсии. Первая экскурсия была посвящена родному городу. Несмотря на то, что все живут здесь большую часть жизни, каждый много узнал нового о видном. Например, об истории здания ИКЦ. В этом здании в 2005 году открылся историко-культурный центр. А ранее здесь была столовая. Столовая в 50-х годах для работников и служащих московского коксогазового завода. Главной остановкой маршрута стал музей ретроавтомобилей, расположенной в Видновском ПТП. Участники экскурсии, рассматривая технику советских времен, словно попали в свою юность. Равнодушным не остался никто. Ретроавтомобили, боже мой, боже мой. Мой первый автомобиль, который я водила, «Москвич-2141-люкс» тогда он назывался. Вообще мы так впечатлены, вот мы все здесь взрослые люди, такое впечатление, как будто попали в свое прошлое. А историко-культурный центр готовит уже следующую экскурсию для участников программы «Активное долговетие». Куда наши пенсионеры отправятся дальше, всем сообщат в Центре Вера. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.